Более 1300 избирательных участков откроются в Приморье уже 18 марта. По данной традиции это произойдет в 8 утра. К этому времени уже все избиратели региона получили от ЦИК вот такие приглашения принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. В них указан номер и главный адрес вашего участка. Отдать свой голос за одного из кандидатов президента страны можно будет до 8 часов вечера. После закрытия участков, когда даже наблюдатели разойдутся по домам, члены участковых избирательных комиссий займутся подсчетом голосов. Уже на финишной прямой по установкам ЦИК это третий этап информирования, когда все информационные материалы направлены на мотивацию граждан участия для голосования. Даже оказавшись на избирательном участке, волеизъявление может и не состояться без самого главного документа – вашего паспорта. В случае отсутствия подойдет и загранпаспорт, военный билет или другой документ, удостоверяющий вашу личность на данный момент. После следует найти себя в списке избирателей и получить бюллетень. Голосующим обязательно проверить правильность данных и только потом расписываться. В кабинете для голосования не должно быть посторонних людей. В бюллетене вы можете поставить любой знак напротив фамилии выбранного кандидата. Стоит отметить, что если кроме этого знака вы напишите что-то еще, ваш голос просто не засчитают. Напомним, что в избирательном бюллетене будет 8 фамилий, выстроенных в алфавитном порядке. Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Выборы этого года политологи называют максимально комфортными для избирателей. Кстати, узнать, где находится помещение для голосования можно не только в Центральной избирательной комиссии, но и по телефону горячей линии. Воспользоваться специальным сервисом на сайте ЦИК и даже по телефону 09. Для этого достаточно набрать номер телефона и сообщить адрес своего места жительства в населенный пункт, улицу и номер дома. Оператор даст пояснение о том, какой номер избирательного участка обеспечивает голосование жителей этого дома по этому адресу, даст информацию, где находится помещение для голосования и телефон участковой избирательной комиссии. К слову, почти 55 тысяч избирателей пожелали воспользоваться возможностью проголосовать по месту нахождения. Подобная практика на выборах в этом году применяется впервые. Процесс подачи заявления о голосовании по месту нахождения завершился 12 марта. Ну, вместе с тем, вплоть до субботы, вплоть до 17 марта, до 14 часов, участковые комиссии продолжают принимать специальные заявления. Там, конечно, не такие широкие возможности, но это возможности для тех, у кого изменились обстоятельства, кто уезжает куда-либо с того места жительства, где он имеет право быть включен в списки избирателей. Кроме того, в день выборов на некоторых избирательных участках жители Приморья смогут выразить свою гражданскую позицию и проголосовать не только за кандидата на пост главы государства, но и за те общественные пространства, которые будут благоустроены уже в этом году. Во Владивостоке голосование будет проходить в 55 школах города. В бюллетене в алфавитном порядке будут перечислены 12 общественных территорий. Ну, а родителей школьников приглашают принять участие в так называемом школьном референдуме. Основная цель опроса – услышать мнение приморских родителей по таким важным вопросам, как переход школьников на пятидневную учебную неделю, введение электронных учебников, получение дополнительного образования в школе и единая школьная форма у детей. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.